Это новое поколение астронавтов Европейского космического агентства. Среди собравшихся на сцене тот, кого раньше вряд ли бы здесь увидели. Это Джон Макфолл, который потерял ногу в ДТП. Он стал первым европейским астронавтом с инвалидностью. 41-летний британец, бывший паралимпиец. В аварию на мотоцикле он попал в 19 лет. «Это поворотный и исторический момент. Впервые космическое агентство решилось на подобный проект и очень чётко заявило человечеству, что мы способны это выполнить». Макфолл будет проходить подготовку не так, как остальные его коллеги. Он примет участие в исследовании, которое должно показать, не помешают ли физические особенности полёту в космос. В ближайшие два-три года должны выяснить, какие модификации нужно внести в скафандр, а также в сам космический корабль. По данным Европейского космического агентства, на сегодняшний день на Западе никто не запускал в космос пара астронавтов. «Джон Макфолл может стать первым пара-астронавтом. Это означает, что мы в процессе обычного отбора космонавтов теперь даём шанс людям с инвалидностью». Это первый набор астронавтов в Европейское космическое агентство более чем за десятилетия. Заявки подали 22 тысячи человек. Отобрали шестерых. В финальный состав вошли две женщины из Франции и Великобритании. На ближайшие три года бюджет Европейского космического агентства увеличили на 17%, почти до 17 миллиардов евро. Тем самым 22 страны-члена показали свою приверженность космическим амбициям. Из него будут финансировать самые разные проекты, включая исследования Луны и Марса.